Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В историко-культурном центре состоялась встреча главы Ленинского городского округа со старостами деревень и представителями СНТ. Такой посыл, который сегодня мы от администрации предлагаем, прежде всего взять в свои руки жителям, высказаться, обменяться мнением. В Центральном парке Видного состоялось большое мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности. Желаю главное уважения, понимания, терпения. На стадионе «Металлург» состоялся матч в рамках чемпионата Московской области по футболу. Наша команда – это лицо нашего города, во-первых, и поэтому мы волнуемся и боляем за наших. В историко-культурном центре состоялась встреча главы Ленинского городского округа со старостами деревень и представителями садовых товариществ. В формате круглого стола обсудили насущные вопросы сельских территорий. О том, какие темы поднимались и какие решения были найдены, расскажет Юлия Пагасьян. На встречу с главой Ленинского городского округа пришли десятки старост деревень и садовых товарищей. Людям не безразлична судьба территории, где они проживают, чтобы сразу дать максимально развернутые ответы. На мероприятии присутствовали заместители Алексея Спасского, руководители управлений и профильных структур. Речь идет об изменениях в законодательстве, в том числе о регистрации имущества. Данному вопросу участники круглого стола уделили львиную часть времени. Помимо этого, среди актуальных тем строительство дорог, благоустройство, организация дополнительных маршрутов общественного транспорта, в рамках областной программы «Безопасный регион» установка камер видеонаблюдения. Представители администрации уверены, такой формат открытого диалога способствует улучшению взаимопонимания между жителями и властью. В составе Ленинского городского округа 45 населенных пунктов, у нас 78 садовых товариществ, и там тоже есть хорошие практики, мы тоже сегодня услышим об этом. Поэтому вот такой посыл, который сегодня мы от администрации предлагаем, прежде всего взять в свои руки жителям, высказаться, обменяться мнением, поделиться хорошим опытом, ну и задать те вопросы, на которые в перспективе мы можем решить, либо в сегодняшнем моменте, и в целом сформировать в дальнейшем или откорректировать нашу муниципальную программу. Среди вопросов есть и те темы, которые уже находятся на контроле местной власти. Новые были запротоколированы и взяты в работу. Круглые столы со старостами продолжатся, ведь еще в своем традиционном отчете глава Алексей Спаский отметил, только находясь в открытом диалоге с жителями, можно достигнуть максимальной эффективности. Юлия Погостьян, Александр Логин, Авгульнар Балаева. Видно этого. Руководитель фракции «Единая Россия» Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко встретился с представительницами клуба «Семей мобилизованных». В процессе диалога обсудили вопросы развития и меры поддержки. Депутаты уделяют особое внимание проблемам, с которыми столкнулись жены наших бойцов и активно помогают в их решении. В День семьи, любви и верности на праздничную встречу в приемную «Единой России» пригласили самых активных участниц клуба «Семей мобилизованных» нашего округа. Не стесняйтесь, говорите, что нужно, когда нужно. Это вообще, я не вижу в этом проблемы. Это наша даже такая почетная обязанность здесь оказать всякую помощь. Жены мобилизованных рассказали руководителю фракции «Единая Россия» Станиславу Радченко о проблемах, с которыми столкнулись. Это бытовые вопросы, получение выплат и особые меры поддержки семей, а также недостаточная информированность о работе клуба. Хотелось бы, чтобы, наверное, все знали, что можно прийти, обратиться, и мамы, и жены, и папы. То есть, соответственно, то, что немногие понимают, куда можно обратиться вообще. То есть, нет информации. Для решения поставленной задачи руководитель партийной фракции предложил организовать семинар в конце лета с привлечением специалистов управления образования, здравоохранения и социального развития. У нас уже сложились хорошие рабочие взаимоотношения. Мы все время на связи, помогаем и вместе решаем проблемы, которые возникают у девчонок. Абсолютно все службы сегодня ориентированы на то, чтобы помочь решить любого рода проблемы очень быстро и качественно. Встреча завершилась вручением праздничных букетов ромашек и продуктовых наборов. Семья, любовь и верность – три основополагающих слова, которые положили начало празднику, отмечаемому в России 8 июля. В Центральном парке Видного состоялось большое мероприятие, главными героями которого стали семьи, кем гордится Ленинский округ. Подробности в сюжете Татьяны Брыловой. Суббота в Центральном парке выдалась яркой, многолюдной и все благодаря ставшему уже традиционным празднику семьи, любви и верности, который отмечается в День памяти святых Петра и Февронии в России уже 15 лет. Вот это настроение, лето, природа, оформление соответственное, вот вы видите, сколько здесь молодежи, сколько здесь уже людей, проживших, я так понимаю, по полвека в семейной жизни. Всех поздравляю с праздником, с Днем семьи, любви и верности. Желаю всем, у кого есть семьи, сохранить надолго их. Всех, кто мечтает соединить судьбы, чтобы у них тоже все получилось, и счастье, и любовь, и дети. Старт празднику дал парад невест. Семь очаровательных участниц подошли к конкурсу креативно, представив семь разных образов. Нина Богданова хранит свой свадебный наряд уже семь лет. Говорит, счастлива о возможности вновь надеть белое платье. Видимо, так распорядилась вселенная, как сейчас можно говорить, потому что я его продавала, но оно не продалось, и вот выдалась возможность еще раз в нем побыть. Сегодня надевая это платье, о чем думаешь, о чем вспоминали? Ну, эмоции, конечно, такие, что это же очень важно для каждой девушки, и они переполняют, и это, конечно, приятные, теплые воспоминания, это волнительный момент, собственно, как и сейчас я волнуюсь, так же, так же, как и тогда волновалась. Галина Зимонина смотрела на участниц парада и вспоминала пору своей юности, когда сама была невестой. Ох, как давно это было! Как это было в советское время, когда у нас, говорится, ничего такого особенного не было, мы сами шили эти платья, и, помню, по талонам покупали еще эти туфли. Необыкновенное настроение в этот день витало в Центральном парке. Гости праздника участвовали в мастер-классах. Особенно интересно было детям. Символ Дня Семьи, Любви и Верности рисовали, вырезали, и даже из ромашек составляли букеты. Хотели символ простой, понятный народу. Ромашка – это очень простой цветок народный, и он очень символичный. Центр желтый – это солнце, это тепло, это очаг, семейный очаг. А все лепесточки, которые вокруг, это члены семьи, даже, можно сказать, семейного клана. Символ сегодняшнего праздника – ромашка. Цветок простой и скромный, но в то же время он символизирует любовь и верность людей, которые однажды связали свою жизнь. И такие цветки сегодня в руках у многих гостей праздника. Всем женщинам желают больше все-таки быть семьей, обращать, конечно, на свою семью, потому что, как говорится, лично всегда вперед, да, чтобы дети были здоровы, одеты, чтобы муж был всегда в ласках, ну, чтобы в семье было тепло, светло, радостно. Всех поздравляю с праздником, желаю всего-всего-всего-всего. У меня самой уже 53 года, как я, вот, в праке с мужем, которым училась в одном классе. Поэтому я желаю, главное, уважения, понимания, терпения, уступчивости, любви и ласки. Милана пришла на праздник с дорогими ее сердцу людьми – дедушкой и бабушкой – и призналась в любви каждому в своей большой семье. Я люблю их, потому что они меня родили, заботчатся. И просто люблю, да? Праздник продолжился на главной сцене парка. Здесь честовали семьи – тех, кто прожил в браке долгие счастливые годы. Приглядеться супруги до удивительного бывают похожими друг на друга спустя столько лет жизни вместе. Многодетные семьи, в которых в 2023 году родились, только подумать, пятые и шестые по счету дети тоже стали виновниками торжества. Семье Гермалаева Евгения Древняя и Гордееву Евгению Владимировичу. Что такое семья – это понятие очень многогранно. И это не только любовь и верность. Это и дружба, и понимание, и сотрудничество, и многое другое. На сцене из кирпичиков был построен дом мечты. И все песни тоже были посвящены теме семьи. Попала мадриды, попала печаль и век согласен от любви. Праздник продолжался до самого вечера, став для каждой семьи незабываемым событием этого года. В рамках чемпионата Московской области «Лига А» по футболу состоялся матч между командами «Металлург» «Видное-2» и «Зоркий-М» из города Красногорск. За игрой наблюдала наша съемочная группа. «Металлург! Металлург! Металлург! Металлург!» Матч «Металлурга» с командой «Зоркий» – один из важнейших в первенстве Московской области. Ведь перед видновскими футболистами стояла непростая задача – выйти в профессиональную лигу на следующий год. Домашняя встреча собрала на стадионе большое количество поклонников этого вида спорта. «Конечно, волнуемся за нашу команду. Наша команда – это лицо нашего города, во-первых. И поэтому мы волнуемся и боляем за наших». Среди активных болельщиков «Металлурга» депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Мария Гаевская. «С каждой игрой все больше и больше людей на трибунах, шарфами, с атрибутикой, команда болельщиков ежедневно. И же, как сказать, каждую игру все прирастают и прирастают, придумывают кричалки, привозят атрибутику, вот там дудки, всякие хлопалки и так далее. В общем, и что хочу сказать. Ребята оценивают. Прошлую игру 5-0 мы выиграли. Это отличный результат. Это уже 12-я игра «Видновчан» в чемпионате Московской области. По результатам предыдущих матчей в турнирной таблице на данный момент команда «Металлург» занимает пятую строчку. Профессиональный футболист Александр Бабкин сейчас выступает как тренер. Пришел на матч вместе с сыном. Каждая играет опыт. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы встала у нас команда мастеров. Намного интереснее было. До этого были два года команда была, интереснее было смотреть все-таки. Поэтому мы надеемся, что на следующий год наша команда выиграет первенство области и выйдет во вторую лигу. Интересно. Очень хорошая поддержка. Интересно смотреть. Надеемся на победу. После первого тайма, который завершился в ничью, инициативу перехватили гости. В итоге это привело к пропущенному голу. Хотелось бы выигрывать. Тем более были моменты. Но противник достойный. Достойный. Команда в прошлом году была чемпионом Московской области. На сегодняшний момент у них команда, но ребята сегодня усиленный состав. Усиленный состав. Поэтому пока достойно. Встреча завершилась со счетом 0-1 в пользу Зоркова. Следующую игру турнира футболисты «Металлурга» проведут с командой «Космос-2» из Долгопрудного. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин